Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о логистике в России и тема программы «Управляй товарным потоком». Громко прозвучала эта тема. Как же им управлять? Вообще, что такое товарный поток? Об этом сегодня разговор. Я представляю моих гостей. Это Александр Бартенев, генеральный директор компании «Квикфрок». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Это Юрий Слащев, заместитель генерального директора компании «Ист-Глобал Лоджистик». Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте. Ну что ж, давайте сразу начнем. Хотя нет, не сразу. Я напомню на всякий случай нашим слушателям, что у них всегда есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопросы гостям, позвонив по телефону в студии 6510-996, код Москвы 495. Либо этот вопрос задать на сайте finam.fm. Его я вижу у себя на экране компьютера и, собственно, переадресую моим гостям. Ну а теперь давайте начинать. Первый вопрос, если позволите. Юр, к тебе, видимо, да, Саша стрелку перевел за эфиром? Да, давайте с меня начнем. Давай с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое логистика вообще. Слово такое романтичное. Я, честно говоря, может быть, не особенно посвящен в тему. И в свое время, когда впервые, ну это было давно, услышал этот термин, он у меня как-то ассоциировался логистика, логика и совсем в конечном итоге не то, о чем на самом деле речь. Что такое логистика, Юр? Ну, логистика, это, во-первых, наука. И так же, как и вы, когда я услышал это слово, учась в институте, не было вообще понимания, что такое логистика. Ты какой институт закончил, кстати? Я закончил государственный, Северо-Кавказский государственный политехнический университет. Ну то есть я иду к чему? То, чем занимаешься сейчас ты, связано как-то с твоим образованием? Да, непосредственно. Я работаю по специальности. Замечательно. Ну, в то время, когда я это изучал, я, в принципе, даже закончив институт и получив диплом, я не понимал до конца, что такое логистика. Это больше мне было похоже на философию. На данный момент логистика, как вы правильно сказали, это управление, а также оптимизация товаропотоками. Но касательно нашего бизнеса, мы больше будем говорить вообще о транспортной логистике. Потому что в логистику в целом входит управление потоками, также документооборот, приходование на склад, дистрибьюция. Это очень большой разрез. Это очень большая тема. Я так думаю, что если говорить, в принципе, о логистике в России, то можно передать 10, наверное, подряд. Здесь будет транспортная логистика, здесь будет складская, можно так сказать? Да, да. Складская логистика, здесь документооборот, что, наверное, очень интересно. Я понял. Хорошо. Итак, мы сегодня говорим о транспортной логистике. И тут тоже за эфиром мы с моими коллегами общались. И у одной очаровательной моей коллеги возникла, когда она услышала, управлять товарным потоком логистика в России. Она говорит, я сразу вспоминаю слова классиков российских. Они говорят, что в России две беды, дураки и дороги. Видимо, наш сегодняшний разговор будет о второй беде. Ну, относительно. В том числе, в том числе. Хорошо. Хорошо. Саш, ну, я понимаю, да, вот ты отдал на откуп Юрию, да, ответ на первый вопрос. Да, часть. Ответ на первый вопрос. Квикфрок. Вот из названия компании Юрия понятно, там здесь слово Logistic. Понятно, о чем идет речь. А ваша-то контора чем занимается? У нас очень узкая специализация именно по локальной логистике, так сказать. Локальная экспресс-доставка. Наш конек. И выстраивание определенных бизнес-процессов на основе экспресс-логистики, соответственно, в рамках мегаполисов, в рамках городов крупных. То есть это не только Москва, я так понимаю, да? Да, на данный момент это Москва. Был Питер, но сейчас он слегка подморожен. Я думаю, снова будет с марта этого года. Подморожен в буквальном смысле? Подморожен в буквальном смысле. Там заморозки уже начались? Там были проблемы, да, персонального характера. Ну, то есть, другими словами, мы говорить сегодня будем, да, и с тобой, и с Юрой будем именно о транспортной логистике, потому что это ваша тема. Тогда опять тебе, Юр, вопрос, ну, более подробно, что такое транспортная логистика? Транспортная логистика, это фактически перемещение грузов от производителя до конечного потребителя товара. Оно сопровождается, ну, если мы говорим об импорте, да, то это доставка до границы, таможенное оформление и доставка уже в пределах России до конечного получателя. Здесь может включаться, как же, САП какой-то, то есть мы доставляем до склада. САП, ну, это шифруй, да, аббревиатура, я так понимаю? Да. Что это значит? Это значит, что есть точка сбора локальная всех грузов, ну, другими словами, распределительный центр. Понятно. То есть некое, ну, складское, наверное, да, такое помещение, где все это дело, а потом в розницу уже оттуда разбирают. Да, в основном это дистрибьюторы приезжают и забирают то, что им необходимо, если у них есть такая возможность. То есть если у них нет такой возможности, то мы можем делать абсолютно все под ключ. Ну, то есть, вот смотри, даже говоря о той цепочке, да, которую ты сейчас нарисовал, мы сразу, и это тоже очень важная тема всегда в нашей программе, мы сразу, наверное, будем говорить о некой специфике российской транспортной логистики, потому что я слово таможне услышал и уже сразу радостно потираю руки. Кстати, Саш, ты в своем бизнесе связан? Сталкиваешься с таможней? С таможней нет, мы с этим не имеем никакого отношения. Надо было перекреститься, видимо, и сказать, слава богу, нет. Возможно, да. А вот я так понимаю, Юра, у тебя есть, да, такая история? Да, у нас бизнес нашей компании, он делится. Это импорт, ну, то есть транспортная логистика именно по перевозу импортных грузов из-за границы. Отдельно таможенное оформление и отдельно это также локальная доставка по городу Москве, но это имеется в виду контейнерные перевозки, не какие-то экспресс-доставки, да. И также отправка из Москвы, также контейнеров, это тоже отдельное направление, внутрироссийские перевозки. То есть мы закрываем полностью цепочку, у нас специфика... Вот то, что ты говорил, да, с производителя до конечного потребителя. Да, так как из Global Logistics мы работаем в основном с Юго-Восточной Азией. И привозя сюда какой-то поток грузов, мы в Москве тоже консолидируем эти грузы, отправляем обратно на Дальний Восток. То есть у нас специфика работы именно через Дальний Восток. Это Владивосток, Восточный... Даже еще раз, я не понял, вы занимаетесь импортом? Импортом из Юго-Восточной Азии. Да, оттуда идут два направления, я поясню. В основном, даже три из Китая и прилежащих стран, так сказать, есть несколько входов в Россию. Это европейские порты, это Санкт-Петербург, и также это два порта на Дальнем Востоке. Это Владивосток и порт Восточный. Но до них ближе всего, ведь, получается? Из Китая, да. Но если сравнивать, то, допустим, возьмем Шанхай. Из Шанхая плыть до Дальнего Востока четыре дня на судне, до Питера плыть сорок пять дней. Гениально. И сейчас я боюсь даже услышать следующую фразу. Но на круг получается дешевле доставить груз через Питер, нежели через... Ну, в этом есть и специфика. То есть здесь нужно понимать определенную точку Китая, так как он тоже немаленький. И также специфику товара, специфику доставки этого товара. И нужно понимать удобство поставки клиента. То есть если клиент находится в Питере, то, соответственно, он плывет в Питер. Если этот клиент находится в Москве, в Новосибирске, допустим, это Средний Урал, Сибирь, то туда, конечно, по логическому маршруту удобнее и выгоднее вести. И по логистическому, и по логике вещей. Ну, вот здесь сразу второй вопрос у меня возникает. Смотри, действительно, это так. Что называется, беглым взглядом, если. Из Китая ближе до Новосибирска через Владивосток, правильно? А, естественно, из Китая ближе в Питер. Ну, или там, пусть не в Питер, все-таки из Питера давай куда-нибудь уедем еще куда-нибудь. Чтобы было так же логично. Ну, куда-нибудь, в Москву. Тоже через Питер пойдем? Нет, есть еще один порт, я забыл про него, это Новороссийск. Туда поближе плыть, конечно. Но все равно это не 4 дня. Это не 4 дня, это в районе 25-30 дней. Да. Ну, разница все равно есть. Ну, смотри, я о чем хотел попросить. Вроде бы на первый взгляд, действительно, в Новосибирск проще, знаешь, через Владивосток. Это логично. А если учитывать, смотри, доставку, да, из порта непосредственно к потребителю конечному. Вот мы за эфиром как раз говорили с тобой, что, видимо, существует некая специфика ведения бизнеса в России. В частности, вот грузоперевозка по российской дороге пойдет. И тут может такая история говорить. Лучше уж я, да, по морю дольше пойду до порта, нежели я повезу по российской дороге этот груз конечному посредить. Можно здесь вот так рассуждать. Ну, проблема в этом может быть. Я бы начинал совсем с другого пути. Я бы начинал с себестоимости этих перевозок. Йорк, замечательно. Сейчас мы об этом обязательно поговорим, но уже поговорим после того, как послушаем новости. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор. Сегодня мы обсуждаем логистику в России, как управляем товарными потоками. В гостях Александр Бартенев, генеральный директор компании QuickFrog, и Юрий Слащев, заместитель генерального директора компании East Global Logistics. Значит, еще раз я напомню, телефон 6510996, телефон студии, код Москвы495, но адрес вы знаете, тем более, что уже пошли вопросы моим гостям сегодняшним. Ну, мы на них чуть позже начнем отвечать. Юр, давай продолжим вот эту интересную историю. Как же движется этот самый товар? По какой схеме? Как это сделать проще? Есть ли специфика? Вот, если позволишь, опять я к своему вопросу вернусь. Вроде бы, да, очевидно, что ближе, но, может быть, подумаешь, да, по российской дороге лучше не поеду, дай-ка я вот лучше в объезд будет, на круг будет дешевле. Конечному потребителю всегда важно две составляющие. Это цена, потому что в стоимость товара где-то 30% входит в логистики, и снижая затраты на логистику, они выходят на большую прибыль. А, кстати, как можно снизить затраты на логистику? Оптимизировав грузопоток. Ну, то есть, снизив затраты на таможню, снизив затраты на транспорт именно, то есть, найти именно подходящую компанию, которая дает оптимальный тариф и выдерживает именно сроки. Подожди, снизить затраты на таможню? Звучит как-то очень для меня загадочно. Как можно снизить затраты на... Что такое таможня? Она тебе выставляет счет, да, на основании каких-то собственных государственных расценок. Как можно снизить затраты? Я имел в виду не снижение таможенных платежей, потому что это регулируется законом, и здесь мы не можем ничего сделать. Я имею в виду услугу оформления. То есть, есть рынок, брокерский рынок по оформлению этих товаров. И некоторые декларируют это за одну стоимость, некоторые за другую. А почему здесь стоимость разная? Поэтому это услуга, свободный рынок. Мы здесь, в принципе, продаем человеческий труд. Сколько он оценивается, и какие затраты уходят. Сильно разнятся, если взять две какие-нибудь? Ну, все зависит. Некоторые получают лицензию и перепродают ее. Лицензию таможенного представителя, и потом перепродают ее, чтобы другие люди пользовались именно возможностью оформления товара. Некоторые делают лицензию на свою компанию для полного сервиса клиенту для предоставления. И делают комплекс услуг. Но тем самым как раз оптимизируют. Оптимизируют, да. В этом случае дешевле получается. То есть, получается, при заказе транспорта в одной компании и брокерские услуги в другой компании, если я заказываю, то я, получается, плачу две маржи. А если я все получаю в одном окне, и у себя на складе груз уже, то это гораздо удобнее и выгоднее. Ну, это очевидно. Поэтому наша компания, у нее политика продаж такая, мы не берем, не прячем никуда наши расценки. Мы показываем наши фактические затраты, те или иные, да, и показываем нашу маржинальность. То есть, да, мы столько зарабатываем, но вы увидите у себя груз в определенный момент по этой же стоимости, но наши услуги стоят столько. Ну, понятно. Ну, то есть, вы в конечном итоге декларируете, да, вот чтобы доставить вот это отсюда сюда, мы возьмем столько денег. Из них вот это наш заработок, все остальное это уже официально, расходы, без которых не обойтись. Да, некоторые компании действуют следующим, они говорят, что зарабатывают там минимальное количество денег какое-то, а сами прячут свой заработок там. Ну, понятно, здесь очипнул, здесь очипнул. Там очипнул, там очипнул. Скрытые комиссии такие, да? Да, да. А вообще, принято вот это, да, называть свой заработок? В принципе, по большому счету, вот если я заказываю услугу, вы мне конечную цифру говорите, и все, какая у меня разница, сколько вы заработали, сколько вы заработали? Все перед налоговой. А-а-а. В принципе, поэтому, по идее, То есть принято так, да? Это было бы честно. Да. Ну, и мы идем этим путем. Открыто есть компании, и именно взаимодействие с клиентом, мы говорим, вот мы все показываем. Ваш выбор последний, крайний. Или вы готовы с нами работать, или не готовы? Либо вы ищете, да, кого-то другого. Ну, так как я общаюсь с нашими клиентами, постоянно, ежи на переговоры, и они только за. Они готовы платить именно те деньги, которые я декларирую. То есть их привлекает все-таки вот то, что вы открыты, да? Открыты, да. Смотрите, это психология. Вы тонкий психолог, я вам хочу сказать. Спасибо. Кстати, смотри, Саня, вот у меня, как у потребителей ваших услуг, есть всегда возможность, наверняка есть возможность, да, сравнить ваши расценки или ваш, там, ваш сервис с сервисом какой-то другой компании, российской же. Велика ли конкуренция на этом рынке? Я, кстати, хотел об этом сказать. Последние годы конкуренция очень, очень большая. Очень большая. Очень большая конкуренция. И очень много вот именно вот логистиков. Ну, если забить в поисковике, в каком-либо, да, то появится страница, не знаю, сто, наверное, логистических компаний. Ну, в принципе, большинство из этих компаний, они являются экспедиторами. То есть у них ничего нет. Сидит офис, и они заключили договора там с морскими линиями. Если им интересно морским линиям с такими компаниями работать, там, с той же компанией, которая предоставляет брокерские услуги. И они все перепродают и получают свою маржу. Ну, понятно. Только не участвуя в процессе. То есть они ничем вот физически смыслом не занимаются, они просто устраивают, да, такой процесс этот устраивают. Договорились с этим, договорились с этим. Мы сейчас вот перезвоним, да, и вы подъедете, вот там выйдет дяденька, у него будет в левой руке гвоздичка, значит, подойдете к нему, он вас посадит. Да, да, да. Примерно так. Пальто в шляпе. Пальто в шляпе. Да, да, да. Журнал «Огонек». Саша заскучал. Давай, не скучай. Не совсем. Нет, заскучал. Очень увлекательно, Юрий, рассказал. Нет, я соглашусь, но все-таки ты-то у нас пока не охваченный, что называется. Давай мы чуть-чуть, Юр, мы отвлечемся от твоего рассказа, потому что за эфиром Саша нам рассказал, что его бизнес связан с доставкой конечного потребителя, причем он настойчив, и я, собственно, ему верю, настойчиво говорил о том, что это самая сложная часть логистического процесса. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Самое ответственное я вам сказал. Самое ответственное, да. Потому что клиент видит, в конце концов, не все увлекательные процессы, которые сходят по части Юрия, уже конечного курьера, конечную доставку, и поэтому складывается, в общем, впечатление, успех или неуспех, да, целое, целое или нецелое. Вот, кстати, из чего складывается это впечатление? Успех или неуспех? Успех, это своевременность. Пришел курьер такой, весь из себя, да? Не обязательно. Улыбается у него, улыбка белоснежная. Критерии у клиентов одни. Это привезли то, что заказал, и привезли в то время, когда он захотел, чтобы ему привезли. И дополнительных еще, при этом не взяли денег, наверное. Денег взяли. Любая качественная работа стоит качественную. Не-не, ну сколько договаривались, столько и взяли. Конечно, не больше, не меньше, абсолютно. Да, что я долго вас искал, я не мог проехать у вас там припаркованной машине, мне пришлось вот такой круг сделать, и будьте любезы, доплатите за бензин. Не, не бывает такого? Абсолютно не исключено. Значит, расскажите мне такая страшную историю, вот, связанную с Ифраше, да, по-моему, о нем ты говорил? Угу. Почему она именно такая, ну, в кавычках, конечно, страшная, да, почему вопрос именно был у этой огромной компании по поводу того, что вот надо создать эту, эту, да, последнюю точку, нет? Про Ифраше не в курсе. Не, ну подождите, вот сейчас мы говорили-то, я мог ошибиться. И это я пример просто отвечал. бог с ним. Тогда рассказывайте о том, о чем мы говорим. Итак, последняя доставка, последний к консервному потребителю. Да, специфика, в принципе, заключается в том, что мы работаем, наша компания работает по экспресс-доставке в агломерации города Москва, прежде всего, в скором времени в других регионах России, я надеюсь, в этом направлении очень сильно работаем. И в большой длиной цепочке логистики мы занимаем последнее место, именно это уже доставка со складских помещений, либо от самого клиента, который уже получил, благодаря усилиям Юрия, весь товар. И задается вопросом, что мне с ним делать? Клиент заказывает в интернет-магазине и желает его получить, соответственно, чем быстрее, тем лучше. Ну а Москва, как мы знаем, город очень с большим темпом, с большим желанием получать все быстро и надежно. Соответственно, это как бы на этом выстроена вся наша идеология, весь наш конек, наши фирмы. И в этой нише мы работаем, то есть передвигаем товары и услуги меньше, больше товара от ритейлеров, соответственно, к конечному потребителю и в обратном порядке. Ну, а сколько мы о конкуренции уже заговорили, я не знаю, все-таки вы занимаетесь одним делом, да, просто у тебя, может, более узкий сегмент, как бы, вот конкуренция именно в этом сегменте большая? Конкуренция небольшая, конкуренция, в принципе, она имеет место и это оживляет бизнес. Есть просто ряд очень крупных игроков, которые, поскольку-постольку занимаются нашим делом, но есть ряд не очень крупных игроков средней руки, но которые довольно-таки очень на любительском уровне, как мы по своим опытам знаем, неспроста некоторые клиенты, которые от нас уходили, к нам слезно потом просятся вернуться, потому что понимают, что на самом деле экспресс-доставка в городе Москве и еще с хорошим качеством выполнения, это на самом деле очень большая редкость. то есть декларация о том, что доставляем в течение дня, в течение трех часов железно платить 200 рублей, она работает в основном только на интернет-сайтах и рекламах, которые они распространяют. Ну и скорее всего это неправда, да? Зачастую неправда. Есть еще скрытая часть расходов, которая, скорее всего, просто переспределяется чуть иным методом. Хорошо, вот качество ваших услуг в данном случае, да? Юр, качество этих услуг, они за счет чего? Как вы добиваете этого качества? Ну, наверное, большая проблема это кулисированный персонал. Да, персонал это большая проблема, на самом деле, я сталкиваюсь посередине с этим вопросом, почему-то сложно найти сейчас специалиста. Я говорил ранее, что проще всего сейчас по факту вырастить специалиста у себя в кругу компании, чтобы он уже понимал сразу специфику именно деятельности нашей компании и мог потом свободно плавать в океане логистики. если и вашей компании, ну имеется, какие-то морально-профессиональные принципы, наверняка вы для себя определяете, но есть такое понятие как профессия. Есть такая профессия человека, который занимается логистикой. Как он называется? в профессии. Специалист транспортного потока, вот так, например. Ну, сложно как-то узко специализировать кого-то из нашего офиса именно, что вот он в общем понятие логист, кто занимается в этой логистике. Широкое понятие. Широкое понятие. Да, я последний день. Люди, которых ты набираешь на работу в частности, они какое образование имеют или какой опыт работы, где этот опыт, он имеет для тебя значение? Для меня имеет значение опыт, потому что... Опыт в сфере логистики обязательно должен быть, там, год, два, пять, да? Желателен. Желателен. На данный момент желателен. Мы все понимаем, что у человека, пришедшего на новое место, есть какой-то адаптационный срок. И мы делаем условные инвестиции в этого человека. И нам, со своей стороны, хочется быстрее эти инвестиции окупить. И поэтому приветствуется человек с опытом. Но бывают направления, да, и проекты, которые мы внедряем постепенно. И пока мы налаживаем все процессы, человек обучается. И есть такие примеры, да, то, что мы внедряли пару проектов и набирали людей без опыта. И они сейчас успешно работают. То есть вы сознательно делали это, да? Человек приходил без опыта. Вы знаете, что мы сейчас его берем под конкретный проект. Ну, по личностным качествам. Так, хорошо. Сейчас мы еще раз слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Итак, друзья, продолжаем наш разговор. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о бизнесе логистики в России. Мои гости в студии Александр Бартенев, генеральный директор компании Квик Фрок и Юрий Слащев, заместитель генерального директора компании East Global Logistics. Давайте пару вопросов я задам, которые уже есть. Вот такой забавный. Сейчас мы как раз похихикали пока мыли новость с вами. По секрету, скажите, пишет нас слушатели, выгоден ли этот бизнес, Юра? Ну, бизнес выгодный, потому что а, большинство компаний предпочитают отдавать это на аутсерсинг. Ну, то есть сложнее вырастить у себя внутри компании, которая занимается реализацией, допустим, вырастить логиста. Проще отдать это профессионалам, как мы, например, и которые качественно предоставят это. Ну, то есть там то же самое идет соразмерность, затрат. То есть выгоднее у себя держать целый отдел логистов, платить им зарплату или платить какую-то определенную маржу за эти услуги и получать качественный результат у себя уже на выходе. Ты что скажешь, выгоден бизнес? Я думаю, да, в плане того, что выгодный, но очень трудоемкий. То есть если кто-то рассчитывает, что можно заработать легко денег, а золотиться, это явно не тот. Ну, вот есть, я думаю, как раз такой слушатель, один из таких наших постоянных, смотрите, он пишет так, предположим, у меня есть пару машин и персонал, потому что не знаю, сколько у него персонала, сложно ли стать компанией, занимающейся логистикой? Вот он так, шашки наголо, хотел бы занять нишу в этом бизнесе. Имея, еще раз, имея пару машин и персонал некий, ну, видимо, тоже 2-3 человека. Сможет он что-то сделать? Что ему вообще надо сделать-то? Ну, ему нужно понять, поставить какую-то бизнес-цель. Ну, где и как он хочет использовать эти машины, ну, и, конечно, надо изучить рынок, соответственно. Владельцы транспорта, собственного подвижного состава, они нужны. У них хорошие низкие ставки. Опять же, восхищаюсь к тому, к оптимизации. Большинство компаний, они нанимают этот транспорт, также у этих частников. Ну, да, то есть, собственно, не имеют, потому что это дорого. имеют, ну, да, потому что надо какую-то материально-техническую базу, амортизацию и так далее. То есть, это еще одна, да? Это еще один отдел внутри компании, я бы так сказал, и затраты, да? Но мы пошли сложным путем, мы имеем свой собственный парк, потому что это удобно контролировать. раньше, мы не ищем легких пути. Да, мы ищем легких пути. Для предоставления качественной услуги нужно контролировать процесс на каждом этапе доставки. Причем, вот в этом случае, да, если, ну, в частности, транспортировку отдавать смежникам, что называется. С одной стороны, наверное, это та самая оптимизация, то есть, это может показаться дешевле, а с другой стороны, ты ведь от них зависишь, ты не можешь их контролировать так, как ты контролируешь собственный отдел. Я правильно понимаю? Да, ну, то есть, если мне нужна будет услуга локальной доставки, как у моего коллеги, я, скорее всего, обращусь к нему, потому что мне набирать штат и нет смысла. Ну, я не знаю этот бизнес, поэтому мне проще заказать эту услугу где-то вне. Так, значит, еще один вопрос, вот такой, вот такой, по сравнению с другим миром, Россия на этом рынке, страна третьего мира, или мы на уровне штатов Европы, вот интересуется Иван, видимо, его волнует, да, как мы выглядим, на уровне ли или нет? Ну, имеется в виду, выглядим в плане чего? В плане логистики в целом. В плане логистики в целом, да, как у нас этот рынок развит, насколько он развит? Да, если мы вступили в ВТО, то следовательно, рынок у нас на достаточном уровне, именно логистический, поэтому... А какая связь здесь? Если мы вступили в ВТО, это значит, у нас развитый логистический. Потому что импорт из разных стран, он, как я сказал, составляет около 30%, это большая доля стоимости товара, поэтому нельзя как-то вычеркивать, потому что товар отдельно от логистики, это одно целое. Вот смотри, кстати, вступление в ВТО не приведет ли к тому, что и в логистике в том числе появится очень много иностранных конкурентов, для вас иностранных конкурентов? Ну, на самом деле... Они работают на рынке сейчас? Есть иностранные компании, европейские, есть китайские компании, есть американские компании. Они вам конкуренты? Они работают, они конкуренты, конечно, но менталитет российского человека... Вот, они не знают главного, да, расскажи, что же главный здесь? Менталитет российского человека такой, что он скорее, если это не такой крупный бизнес, он скорее придет к российскому перевозчику. Ну, им будет проще договориться, условно говоря, да. Если это крупная компания, холдинг, да, которая работает полностью, там, на Европу или на Америку, или на Европу, или на Америку, или на США, то они более скрупулезно, они проводят тендеры крупные, и там уже будет оцениваться весь комплекс. Там не будут смотреть, какая компания. Да, российская, да, да, да. Да, или резидент, не резидент, будут учитываться именно все показатели, которые будут предоставляться по тендеру. То есть, именно профессионализм, да, если можно так сказать? Опыт работы на рынке, количество там активов, пассивов, количество сотрудников, и наличие сертификатов каких-то и участие в каких-то ассоциациях, допустим, экспедиторов, фиота. Ну и вот, собственно, с этой точки зрения лучше довериться, вот вопрос есть такой, да, кому лучше довериться, обратиться в зарубежную компанию или все-таки в российскую? Это будет зависеть от того, да, насколько глобальные задачи вы перед собой ставите, я правильно понимаю? Да, ну, можно обратиться и в ту, и в ту компанию, и сделать для себя, да, решение принять, с кем мне удобнее, интереснее работать, потому что все компании открыты, все ждут клиентов, потому что конкуренция, еще раз повторюсь, очень большая. Канарий, вот что касается, опять мы возвращаемся непосредственно, да, к этой цепочке и говорим о перевозках, еще один есть вопрос, а что выгоднее, что дешевле, да, перевозка железнодорожным транспортом или по воде, или авиа может быть перевозка? Авиаперевозка, сразу отвечу, всегда будет дорогой, это однозначно. И она, в принципе, не рассматривается, да, в логистике? Она рассматривается, бывают очень срочные грузы, ну, допустим, мой любимый пример, встает конвейер на каком-то автомобильном заводе, да, в России. Останавливается? Останавливается, ну, то есть сломается какая-то запчасть, и простой этого конвейера обходится там заводу в 50 тысяч долларов. Приличные идеи, конечно. Поэтому никто не будет смотреть, Никто не будет экономить, выбирать, да, будут заказывать, извините, авиаперевозку, конечно же. А если выбирать море и ЖД, ну, опять же, нужно понимать по стоимости. То есть сейчас, на данный момент, в принципе, если смотреть Санкт-Петербург и Дальний Восток, то стоимость практически не отличается. И сроки в Москве уже у нас даже через Дальний Восток они получаются быстрее на 10 дней. То есть, если в Санкт-Петербург только судно плывет 45 дней, то у нас, если мы плывем до Дальнего Востока и потом отправляем в скором поезде, контейнер, то у нас 35 дней. То есть уже сопоставим, да, Саша? Хотел бы просто подчеркнуть правильность выражения коллеги, в плане того, что по авиаперевозке по срочности мы ведем совместно с СССР на Ирландце, ЮТЭЛа, Ирландце, совместный проект по экспресс-доставке, то есть по экспресс- отправлению самолетом и с экспресс-доставкой по земле именно такая комбинация, это очередной довольно-таки уникальный проект, в рамках которого можно отправить нечто очень быстро и получить это очень быстро. То есть люди готовы действительно платить деньги за быстроту передвижения своих документов, паспортов и прочих. Ну это нормально, конечно. Вот ты замечательную фразу произнес, я, если позволишь, за ней зацепился бы, это уникальный проект. Правда ли проекты, ну в частности тот, о котором ты говоришь, они настолько уникальны, что нет аналогов в мире или все-таки вы положа руку на сердце, ну смотрим мы, есть там всегда куда посмотреть? Абсолютно. Они имеют место, особенно в мире, в этом я уверен, знаю, не понаслышке. Вопрос больше о том, насколько тот или иной проект действительно работает, насколько он приносит соответственно прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это уже другой проект. То есть запустить можно все, что угодно, он должен... Ну да, он должен быть за отдачу дать. Именно. То есть в одном месте это сработает, а в другом нет. Он должен быть этаповлирован и соответственно быть востребован на рынке и иметь хотя бы свою какую-то нишевую целевую аудиторию, которая на регулярной основе пользуется. Нормально. Кстати, насчет уникальных проектов хотел добавить. есть... В этом и суть логистики, в принципе. Найти такое решение, которое позволит решить задачу клиента. И бывают у нас такие периодические перевозки, что мы, допустим, плывем из Китая на судне, потом растамаживаем это все и отправляем самолетом в Москву. И, в принципе, по срокам это вполне соотносится, если бы это поехало там по ЖД, но если клиенту нужно здесь, то вполне это реализуемо. Я бы так сказал. То есть, другими словами, задачу ставит клиент, и вы ее решаете, предлагаете ему, да, можно сделать вот так, вот так, вот так, это будет столько, это будет займет столько времени. В целом, да, мы индивидуально подходим к каждому клиенту и придумываем иногда даже отчасти некоторые нестандартные логистические решения, которые реализуются. Такой творческий процесс все время, да? На самом деле, да, это творческое. Это здорово. Отчасти. Это здорово, но от творчества давайте перейдем все-таки к вещам более прагматичным. Как регулируется ваш бизнес? Законодательно, я имею в виду, какие-то разрешительные документы вы, вот в частности, наш слушатель задавал вопрос, да, как вот затеять бизнес-то? Просто у него есть две машины и там, брат с сестрой, которые готовы с ним работать. Этого достаточно, они снимают офис в соседнем подъезде, там есть пустующее помещение, и все, и вперед. Ну, как минимум, нужно юридическое лицо, которое имеет именно разрешение на выполнение этой деятельности. ИП возможно сейчас? ИП возможно, если человек платит НДС. Ну, то есть, без НДС на данный момент на рынке сложно работать. Все переходят на более прозрачные системы. Налогообложения, да? Налогообложения, да. Поэтому нужен как минимум, нужно юридическое лицо, чтобы начать. Так. Какие-то лицензии, да, мы говорили об этом? Есть, да. Для таможенного оформления необходимо получить лицензию брокерскую, таможенного представителя, чем я сейчас и занимаюсь, в принципе. Далее, что еще необходимо? И все, наверное, да? В принципе, да. То есть, регистрируйте вид деятельности, чем вы будете заниматься, то есть, можете этим заниматься или нет. и если необходимы какие-то документы, ну, для таможенного оформления это обязательно. Угу. Я понял. Ну, то есть, затеять этот бизнес не так просто, не так сложно, пардон, да, наверное, все-таки? И особого никакого государственного регулирования вы здесь не наблюдаете? То есть, обычно его... Есть регулирование, есть закон о транспорте, и необходимо его просто прочитать, понять, какую ответственность вы будете нести при осуществлении данного бизнеса. Угу. Так, хорошо. И специфика есть какая, Саша, у тебя вот в твоей нише, что называется? Особо, честно говоря, нет ничего добавить в данном контексте. Я понял. Хорошо. Тогда давайте вот о чем поговорим. Кто в основном ваши потребители, потребители ваших услуг логистических? Можно такую статистику провести, Юр? Можно, но сложно. Потребителем может стать любой человек, у которого есть потребность в доставке груза. То есть, это юридическое лицо и физическое лицо. Физическое лицо. Но мы больше, по большей части работаем с юридическими лицами, так как, опять же, возвращаемся к НДС. А, в целом, это любой, ну, то есть, человек нашел в интернете какой-то ему нужный товар, да, созвонился с производителями, узнал стоимость, его она устроила, и у него встает вопрос, что мне делать дальше. И дальше он обращается к нам. И после того, как он к нам обратился, мы делаем ему предложение, то есть, это будет стоить столько, столько, столько. И он потом принимает решение, интересно это ему вести или нет. Потому что, очень часто бывает, что он увидел, допустим, что там на каком-то сайте это очень дешево стоит, чем в России. А потом, понимая, сколько это стоит, на самом деле. В Москве уже с доставкой. Я понял. Давайте еще раз послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш разговор. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем логистику, и так уж случилось, именно товарную логистику, потому что представители, да, этой отрасли сегодня в гостях. Это Александр Бартиньев, генеральный директор компании Квик Фрок, и Юрий Слащев, заместитель генерального директора компании из Global Logistics. Говоря о транспорте, имеет значение, какого, ну, если о наземном транспорте, наверное, может, Саша, к тебе ближе. Ты же не плаваешь, да, и не летаешь, как выяснилось. Мы ездим. Ездим по земле. А учитывая, какова эта земля, российская земля, хотя все-таки это же крупные города, да? Да, по Москве, Санкт-Петру, Москва. Особых проблем-то нет, если только с пробками. Как с пробками вы справляетесь? Вы, когда с клиентом договариваетесь, вы обсуждаете эту тему? Конечно же. С учетом пробок, да? Так это с учетом? Нет, это звучит не так. Мы говорим те решения, которые у нас имеются по реализации этой проблемы, как мы комплексно можем подойти. Интересно, ты сейчас формулируешь простым языком. Да можно? Решения, какие у нас есть по реализации? Какие решения могут быть? Вертолет заказывать? Какие решения? Или по встречке ездить? Различные. Нет, почему же? Решение есть. Начиная от мобильных складов до скутеров, трициклов, плюс пешие курьеры. И все это в комплексе дает, соответственно, Вот варианты давай, мне очень интересно. Итак, комплекс, который решает проблему пробок. Это? Это? Скутера. Скутера, которые ездят быстрее, чем машины, соответственно, не стоят в пробках. Это пешие курьеры. Это, соответственно, определенный мобильный склад, склады, которые находятся в определенных местах города, Москвы, на которых можно дозабрать товар и довезти его к клиенту. Ты говорил же о том, что вы с ритейлерами работаете. Да, в большей степени. То есть мы там, после уже того, как Юрий выполнил свою работу, привез уважаемому юридическому лицу его товар в контейнерах, и он тут подумал, ага, товар у нас замечательно здесь, на складу, товар мы выставили в интернет, что же делать? Клиент не идет, клиенту надо доставить домой. И тут уже мы вступаем в свое... Вот этот мобильный склад, то есть вы где-то реализуете между клиентом и вот этим контейнером еще одну точечку, да? Да, у нас есть свой склад, но как бы есть в рамках пара проектов именно мобильные склады, которые позволяют, так как объем продаж больший у некоторых магазинов, и нам невыгодно, крайне невыгодно, чтобы наши курьеры, наши курьеры, соответственно, возвращались на центральный склад и брали там, там, там. Да, это неудобно, естественно, это время тратится. А, кстати, мобильный склад можно ночью заполнять, наверное, да, когда нет пробок. Всяческие варианты возможны. Когда удобно. Вот эта идея с мобильными складами, она родилась именно потому, что мы живем в городе, в Москве. Абсолютно, да. Да? Это такая, вот опять, этот вариант ноу-хау, наверное. Это инстинкт выживания, да. Это к этому пришли с помощью проб, методов пота и слез. И ошибок, да? Да. Проб и ошибок. Хорошо, мобильный склад, скутера, пешие курьеры, еще что? Автокурьеры, вот, как бы это весь, по сути, ну, еще есть пара моментов, это уже очень большая специфика, о которой не хотелось бы, конечно, упоминать. Ну, не надо, если не хотелось. Секрет фермы, да. Ну, как бы, есть еще некие инструменты по реализации. Ну, то есть, опять смотри, да? Тех задач, которые перед нами стоят. Да, да, да. Клиент ставит задачу, и вы ищете возможность ее решить. И здесь вот даже могут какие-то, не совсем, да, а традиционные, стандартные методы. Ну, главное, опять. Успех, конечно. Это позиция на самом деле правильная, но, Юр, вот это как оцениваешь в целом? Клиент всегда прав. Ну, если, да, так, банальность такой можно вспомнить. Все ли из знакомых тебе, из твоих конкурентов, ну, вы-то уж, я так понимаю, это действительно так мотивируете? Все ли именно во главу угла ставят вот эту проблему, да, решили, чтобы клиент был доволен? Ну, конечно, клиент платит нам зарплату всем. То есть это логично в конце концов, да? Поэтому клиент должен всегда улыбаться. Даже если он даже не прав, то нужно сделать так, чтобы он думал, что он прав. А как это сделать, кстати? Ну, это секрет фермера. Это уже из хитрости. Да. Вы какие-то очень секретные, я хочу сказать вам. Конкуренция большая. Конкуренция большая, да, нельзя разглашать эти секреты, да, в эфире. Хорошо, тогда еще один вопрос. Ну, здесь, я думаю, секретов никаких не будет, или, по крайней мере, я их не требую. А перспектива развития этого бизнеса в России, этого бизнеса, я еще раз повторю, то, что вы смотрите вперед, шагаете семимильными шагами, это очевидно. А как будет чувствовать себя этот бизнес? Насколько он будет развиваться, приобретать, пополняться, точнее, новыми игроками, может быть? Кстати, вот проблема ВТО, о которой ты сказал, она может быть, а, дать толчок к развитию этого бизнеса в России. Пинок. Пинок даже, вот, либо б, наоборот, если пойдут конкуренты с Запада, у них сейчас появится такое, то, значит, российские игроки будут вынуждены сжиматься, может быть, каким-то, нет? Как ты считаешь? Я считаю, опять же, хочется произнести то слово, есть специфика. Так, так, давай. В России есть специфика, и нужно понимание, как работает и таможня, как и работает, в моем случае, железная дорога, потому что эти два органа, они очень большой истории, и у них остается, как у России, если что-то осталось от Советского Союза, то у них это тоже остается, и они пытаются с этим бороться, но все равно это есть. И нужно учитывать это, в принципе. Поэтому развитие, если говорить, то оно есть. То есть иностранцу сложно будет, да, понять специфику работы с таможней или специфику работать вот с постсоветской железной дорогой. Ему сложно это сделать. Да. А если он возьмет, подожди. В некоторых моментах у него могут вообще не укладываться. Не укладываться. Как это так? Известная есть история, помните, по-моему, с Икеей, что ли, да, когда они что-то тут помучились-помучились, пытая открыть новый магазин, и с этой идеей распрощались. Почему? Потому что не нашли общего языка там с нашими руководителями, с чиновниками. Вот она специфика. То есть об этой же специфике идет речь-то? Отчасти. Отчасти об этой. Отчасти, да. Есть специфика там по оформлению, да, деятельности. Коммуникативная, так ее называют. Есть специфика по коммуникациям именно. Потому что от этих процессов никуда не уйти. И в любом случае нужно решать эти задачи и приходить к положительному эффекту, если мы хотим работать. А мы хотим работать, и если на данный момент у нас 500 контейнеров, месяц перевозка, то в следующем году мы выходим на цифры 1000. Ну вот давай, кстати, поговорим о цифрах. Если опять такими цифрами вы обладаете, вот этот наш рынок отечественной логистики, транспортной пусть будет, да, по сравнению с западными. Нет. Нет у вас такого, да, такого сравнения. Ну хорошо. Тогда берем конкретные компании какие-то. Не ваши опять, а в принципе. Вот компания, обладающая, вот ты начал, да, 500 контейнеров. Она считается крупной, средней, мелкой. На данный момент это крупная. Крупная. 500 контейнеров это крупная. Это хороший грузопоток, которым нужно управлять и сохранить его, по крайней мере. И под это дело мы покупаем сейчас свои контейнеры. То есть мы покупаем свои контейнеры, у нас свой собственный поезд скоро из Дальнего Востока сюда в Москву и здесь собственный подвижной состав. Опять же, я говорю, это все ради улучшения качества клиента. Это понятно. Если экспедитор, так сказать, какая-то компания, которая ничего не имеет, если ей задать вопрос, что с моим грузом, она начнет звонить одному, второму, третьему. Я могу сразу ответить. Интересоваться. Поэтому здесь мы, опять же, а, это коммуникация с клиентом, и б, это качество услуги. А рынок будет расти, опять же, ВТО это позволяет, именно по тем товарам, которые стали выгодны, более выгодны, то есть для ввоза, для импорта. И в целом Китай очень быстро идет. Ну, я говорю именно в разрезе своей специфики. Ну, понятно. Потому что там, Юго-Восточная Азия, Азия, Китай. Да, в основном я пока мало касаюсь, потому что, в принципе, сделай одно хорошо, потом иди дальше. И есть, есть. Я ездил на выставку, крупнейшую, кантонскую, в прошлом месяце. Это выставлены все производители Китая, абсолютно все. И мы там выставляли, ну, представляли логистическую компанию России. И по результатам этой выставки, то я скажу уверенно, что рост будет. Вопрос. Смотри. В вашей цепочке, как вы говорите, увязывается несколько видов доставки. Правильно, да? Так звучит? Ну, доставка одна, несколько видов транспорта. Вот так, правильно, да. А как вы их все отслеживаете? Кстати, интересный вопрос, на мой взгляд. Все-таки, действительно, в 21 веке живем, и есть абсолютно приспособления, наверное, чтобы не просто там позвонить и выслушать. А где вы сейчас находитесь? И не удлиняет ли это, наоборот, доставку? То есть, несколько видов транспорта. Ну, дальше вопрос такой не очень корректный, поэтому я его произносить не буду. Увязывает ли несколько видов доставки, несколько видов транспорта, и как их отслеживать? Вот интересно. Опять же, для этого мы имеем свои собственные офисы. То есть, у нас есть офис в Шанхае, есть офисы в Владивостоке, в Восточном, в Уссурийске, есть офис в Москве. И мы работаем по принципу одного окна, то есть, если мне задают вопрос здесь, в Москве, я сразу отвечаю, узнав о статусе груза, где он находится. То есть, шанхайский офис, он отвечает за груз, пока он находится на территории Китая. То есть, дальше он плывет на Дальний Восток. Это переходит в деятельность наших дальневосточных офисов. То есть, там есть декларанты отдельно, есть логисты. То есть, перемещается контейнер по порту и становится на железную дорогу, этот логист мне ответит. Но ты связь держишь именно вот с кем-то из офиса, да? Конечно, конечно, именно из офиса, а офисы непосредственно контактируют с теми органами, которые должны дать зеленый свет дальше моему контейнеру. Я понял. Ну и вот вторая часть вопроса. Не удлиняет ли эту доставку, если использовать разные виды транспорта? Опять же, повторюсь, если у нас будет это все плыть на судне в Санкт-Петербург, это будет один вид транспорта, но это будет там 45 дней. Если это будет там два вида транспорта, три даже, это море, ЖД транспорт и автотранспорт, доставка до склада, то у нас получается срок быстрее. Поэтому чаще всего нужно понимать именно себестоимость, опять повторюсь, и способ доставки. В целом клиенту нужна фиксированная цена и срок доставки, поэтому его в принципе не очень волнует, как это будет ехать. то есть в конечном итоге мы можем сказать, что действительно, если мы разбиваем на несколько частей эту доставку разными транспортом, то в конечном итоге получается быстрее и дешевле получается. существует еще ответственность по срокам, поэтому если мы декларируем какой-то срок, то мы должны его придерживаться. Ну это нормально. Хорошо, значит, времени у нас не так много, давайте два слова буквально, буквально два слова по поводу того, как вы лично, Саш, давай тебе два слова дадим, ты все опять подмалчиваешь. Скажи, скажи, как ты лично сам оцениваешь вот это будущее развитие собственного бизнеса в частности? Мы однозначно смотрим позитивно в будущее в связи с вступлением нашей стороны в ВТО, соответственно, объемы товара оборота явно увеличатся, соответственно, больше товаров. Большая работа для нас, соответственно, потому что наша специфика, наша ниша, в которой мы работаем однозначно еще не столь в той фазе высококонкурентной, и поэтому у нас отличные перспективы занять свои То есть, опять же, это то, что мы живем в России, это был бизнес-класс.